Добрый вечер в Грузии. 7 вечера в эфире Ток Ньюс в студии Яна Исраэлян. Мы расскажем самое главное за день в Грузии и в мире. Коронавирус станет более серьезным убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит. Так считает глава Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гампрылидзе. По его прогнозам, к весне следующего года от COVID-19 в мире может умереть еще миллион человек. Мнение, что коронавируса не существует, что его придумали, что он как грипп и скоро пройдет, неверно. Во-первых, грипп – серьезное заболевание. Но коронавирус, как простуда и скоро пройдет, это все неправда. Это серьезное заболевание. Погибли миллионы людей. Миллионы. Прогнозируют, что к весне могут умереть от него еще миллион человек. Он станет более серьезным убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит. Это четыре главные инфекционные убийцы. Коронавирус их опередит. Амиран Гампрелидзе также ответил на один из самых резонансных вопросов за последние дни о том, смогут ли голосовать на выборах те, кто находится на самоизоляции. По его словам, право на участие в выборах – одно из основных прав человека. И страна сделает все возможное, чтобы в голосовании участвовали все граждане. Министр здравоохранения прокомментировала рост инфицированных и мобилизацию фонда больничных коек по стране. По словам Екатерины Тикарадзе, дефицита нет. В стране мобилизовано 3 тысячи с половиной коек. Этого хватит, чтобы покрыть повышенную потребность в связи с ростом числа инфицированных. Нужно отметить, что пациенты инфицируются, но обязательно выздоравливают. Вчера только в Аджаре у нас было 207 выздоровевших. В здравоохранении это называется койкооборот, то есть увеличение инфицированных не приведет к дефициту коек. На данный момент у нас мобилизовано около 3500 коек, и, как я отметила, лечатся сейчас 2200 пациентов. Будут ли введены ограничения в Тбилиси? Правительство по этому вопросу пока не приняло решение. По официальной информации, за последние сутки в Грузии было выявлено рекордное число инфицированных. Согласно платформе stopcov.g, по стране 680 новых подтвержденных случаев, из них 297 в Тбилиси. Надбавки в размере 50% от зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом, обойдутся правительству в 3 миллиона лари ежемесячно. Министерство здравоохранения заявило, что соответствующее постановление готовится, и в ближайшее время будет направлено в правительство на утверждение. Глава Минздрава Екатерина Текарадзе напомнила, что надбавку к зарплатам получат не только врачи, но и вообще все медицинские работники. В Грузии отмечают православный праздник Светицхоу-Лоба. Какие правила установлены для верующих и насколько строго они их соблюдают, выясняла Анна Арывадзе. Светицхоу-Лоба на фоне пандемии. Несмотря на то, что патриархия за день до праздника напомнила прихожанам о правилах посещения богослужения в связи с пандемией, не все из тех, кто находился сегодня в соборе Светицхоу-Эли, соблюдали дистанцию и были в масках. Кроме патриархии, с похожим призывом к людям обратился глава Центра контроля по заболеваниям. Амиран Гамгрелидзе призвал население придерживаться установленных эпидемиологических норм, так как в нескольких храмах уже были зафиксированы случаи распространения коронавируса. Я призвал людей, которые сегодня идут в церкви, носить маски. В нескольких церквях, не буду называть их, мы уже зафиксировали несколько случаев распространения инфекции. «Мы должны сделать все, чтобы справиться с этим испытанием». С такими словами я обратился к прихожанам католикос, патриарх всей Грузии, Илья Второй. «Мы должны сделать все, чтобы справиться с этим испытанием, который послал нам Господь, с болезнью, которая бушует». На богослужении присутствовали первые лица страны – президент, премьер-министр, глава парламента, мэр Тбилиси, а также члены правительства. «У этого единства есть особое значение, именно сегодня, в это тяжелое время, когда мы боремся. И я уверен, что в этой борьбе мы все вместе победим. Граждане Грузии, врачи, грузинская церковь, правительство – все вместе. Единством мы можем победить самого сильного врага, каким и является вирус». «Как вели себя власти во время первой волны пандемии? И как они действуют сейчас, во время второй волны, за несколько недель до выборов?» Таким вопросом задаётся теолог Бекка Миндьяшвили. «Изначально государство исполняло все рекомендации, но церковь воздерживалась их соблюдать до конца. Перемешались, собирались и так далее. Правительство не смогло ввести в рамки закона только церковь. А сейчас вообще нет таких требований. Сотрудничество между патриаршеством и правительством усилилось в 10 раз в предвыборный период. Сейчас правительство не собирается делать такие шаги, которые могут вызвать недовольство церкви». За последние дни, по официальной информации, число летальных исходов от COVID-19 резко повысилось. О чём говорят цифры и как их оценивают эпидемиологи? Ответы в репортаже Наталина Намсадзе. «На пальцах одной руки можно пересчитать пациентов, которые скончались только от коронавируса», заявил Амирангам Крылицы. Он призвал тех пожилых, кто находится в зоне риска и имеют хронические заболевания, оставаться дома. Сопутствующие заболевания, которые способствуют ухудшению ситуации при коронавирусе, проявляются у пожилых людей. Их чаще всего поражает вирус. Отвечаю на ваш вопрос. Да, у всех 109 умерших, практически у всех были сопутствующие серьёзные заболевания. Было всего несколько случаев. По пальцам можно пересчитать эти случаи, которые скончались только от COVID-19. Директор инфекционной больницы тоже отмечает один случай смерти только лишь от COVID-19. Тенгиз Церцвадзе считает, что сопутствующие заболевания играют важную роль для степени сложности COVID-19. Врачи перечисляют список сопутствующих хронических заболеваний, которыми болели скончавшиеся пациенты. Он довольно обширен. Неправильная, неэтичная и выгодная для государства форма представления информации. Так оценивает медицинский эксперт Сэрго Чихладзе заявление эпидемиологов о сопутствующих заболеваниях. Это пьерправительство, что вот мы с ним справляемся. Просто больные, пациенты. Это или пожилые люди, или у них серьезные заболевания, и они бы и так скоро умерли и без коронавируса. Это просто неэтично. Происходит стигматизация пожилых людей, людей с различными заболеваниями. И это порождает мысль, что коронавирус опасен только для таких людей. И для молодых людей и людей среднего возраста он ничего не значит. И поэтому большинство людей в него не верят. В недавнем отчете Центра по контролю за заболеваниями указано, что примерно у 27% пациентов, инфицированных коронавирусом, были сопутствующие заболевания. Болезнь протекала тяжелее на фоне сопутствующих заболеваний. У людей без хронических заболеваний в 94% случаев вирус протекал в легкой или средней степени тяжести. А при наличии сопутствующих заболеваний, 20% пациентов переносили инфекцию в тяжелой или критической форме. Борьба с распространением – один из главных критериев, которые косвенно в будущем повлияют на снижение роста смертности. Разумеется, сократится количество инфицированных. Особенно, если мы примем меры и будем оберегать тяжело и хронически больных, а также пожилых, которые находятся в зоне риска, и их состояние может сильно ухудшиться. Если мы защитим этих людей, смертность значительно уменьшится. Первый случай смерти от COVID-19 в Грузии был зафиксирован 4 апреля. В апреле и в мае было по шести летальных исходов. С тех пор самое большое число смертей за месяц было зарегистрировано в октябре. По официальным данным – 68 человек. В отчете указано, что в этом году число смертей в стране, вне зависимости от причины, на 4% ниже, чем в прошлом году, и на 2% ниже, чем в позапрошлом. Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 38 миллионов. Из них более миллиона скончались. 26 миллионов выздоровели. Тем временем ВОЗ заявила об отсутствии второй волны пандемии коронавируса в мире. По ее оценке, есть страны, где наблюдается рост числа заболевших, а есть страны, где идет снижение. Тем не менее, надо осознавать, говорят врачи, что коронавирус – очень угрожающая болезнь. Поэтому всем в любом случае надо соблюдать правила. Фейсбук запретит размещать на своей платформе рекламу против вакцинации, пишет агентство Reuters. Новая политика социальной сети начнет действовать через несколько дней. Несмотря на то, что вакцина от COVID-19 не будет доступна еще в течение некоторого времени, пандемия четко дала понять, как важна профилактика, считают в компании. Правила Facebook запрещают распространение дезинформации о вакцине, однако реклама против вакцинации разрешена, если она не содержит ложной информации. Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Врачи говорят, что болезнь протекает бессимптомно. 35-летний нападающий итальянского футбольного клуба Juventus и сборной Португалии чувствует себя хорошо. Сейчас он находится на самоизоляции. На COVID-19 были протестированы и другие игроки сборной. Результаты оказались отрицательными, поэтому они продолжили тренировочный процесс. Ранее в составе Juventus было выявлено еще несколько случаев заражения. На сегодня это все. Слушайте нас в прямом эфире на ТОК-ТВ каждый будний день в 7 вечера. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин